Сократить количество нарушений в сфере ЖКХ. Такую цель поставили перед собой члены Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая в ходе прошедшего заседания. Поводом для обсуждения стало большое количество жалоб от жителей, чьё имущество порой страдает после того, как над ним поработали недобросовестные подрядные организации. На территории городского округа Люберцы расположены порядка 10 крупных коммунальных предприятий, 80 котельных, порядка 30 электроподстанций и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства. О том, как ведётся работа по контролю за этой сферой, членам Общественного совета при МВД России Люберецкая рассказал сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Хочу сразу рассказать о том, что с точки зрения обывателя, если управляющая компания не отвечает на какие-либо вопросы, либо ненадлежащим образом эксплуатировать жилой фонд, как они считают, то это является поводом обращения в полицию. Количество обращений граждан в полицию, наверное, можно сравнить разве что с обращениями в добродел. Однако, пояснил сотрудник ОБЭП, многие обращения адресуются неправильно. В первую очередь необходимо писать и звонить в госжилинспекцию, которая уже является экспертом по проверке для ОБЭП. В ходе беседы члены Общественного совета при МВД России Люберецкая подняли вопрос нелегального использования подсобных помещений в многоквартирных домах, дворницких или кладовых. Давались данным управляющим компаниям указания на недопущение, да, и либо принятие общим собранием решения, что данное помещение может быть использовано. В случае выявления фактов размещения коммерческих организаций, да, ну, в течение, я не знаю, в течение недели данные организации съезжали, либо было решение собственников о том, что они согласны с размещением в данном помещении той или иной организации с определенной арендной платой. Суровое наказание тех, кто не исполняет свои обязанности в сфере ЖКХ. Это не цель сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В первую очередь они ведут профилактическую работу и только потом прибегают к отстранению от обязанностей, закрытию лицензий и уголовным наказаниям. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.